Продолжение следует... Упс! Знаешь, какие фигуры подходят этому ряду? Тогда помоги обезьянкам допрыгнуть до лианы! Балуешься? Знаешь, какие фигуры подходят этому ряду? Тогда помоги обезьянкам допрыгнуть до лианы! Не получилось. Знаешь, какие фигуры подходят этому ряду? Отлично! Обезьянки играют в игру. Найди, каких не хватает, чтобы продолжить ряд. Хорошенько подумай и выбери обезьянок в правильных футболках. Молодец, дружище! Игра продолжается. Посмотри на последовательность форм и чисел на футболках и найди обезьянок, которые продолжат игру. Круто! Внимательно посмотри на фигуры и цвета футболок и найди подходящих обезьянок. Им не терпится повиснуть на лиане. Круто! Подумай, какого цвета и какой фигуры на футболке не хватает, чтобы продолжить логический ряд. Они готовы играть без перерыва. Отлично! Подбери цвет, фигуру и число для футболки, чтобы получилась правильная последовательность. Так классно, когда можно сделать футболку самому! Просто блеск! Теперь присмотрись к цветам, числам и фигурам, и ты быстро поймешь, обезьянки в какой футболке не хватает. Просто класс! Сделай еще одну футболку для обезьянки. Но смотри, ничего не напутай. Дизайн одежды – ответственное дело. Особенно, если твои клиенты – мартышки. Сделай еще одну футболку для обезьянки. Но смотри, ничего не напутай. Дизайн одежды – ответственное дело. И еще футболочку, пожалуйста. Ты уже знаешь, как сделать нужную. Обезьянки в восторге от твоих футболок! Класс! Задачка усложняется. Успевай следить за последовательностью форм и чисел. Найди обезьянок, которых не хватает. Разыскиваются обезьянки с подходящими числами и цветами футболок. Поможешь их найти? Точно! Кротик строит числовой ряд из бейсбольных мячиков. Помоги ему продолжить. Просто класс! В этом ряду не хватает нескольких чисел. Найди подходящие мячики и перетащи их в норки. Ну, нет. В этом ряду не хватает нескольких чисел. Найди подходящие мячики и перетащи их в норки. Прикольно! Найди мячики с числами, которые пропустил Кротик, и перетащи их в норку. Главное – соблюдай последовательность, которую придумал наш выдумщик. Отлично! Лови мячики и перетаскивай их в норку, соблюдая порядок от меньшего к большему или наоборот. И не зевай! Мячики летают очень быстро! Отлично! Похоже, каких-то мячиков не хватает. Ты знаешь, что делать! Точно! Помоги Кротику достроить еще один ряд. Найди мячики с нужными числами. Жму лапу! Новая задачка от Кротика. Перетащи в норку недостающие мячики. Уверен, ты быстро справишься. Просто класс! Две норки пустуют. Перетащи в них мячики, но не забывай, должен получиться правильный числовой ряд. Кротик хочет, чтобы ты перетащил мячики в норку, соблюдая последовательность. Проще простого! Получилось! Даже такой игрок, как наш Кротик, смог пропустить несколько чисел. Перетащи в норке нужные мячики, чтобы получился ряд из нечетных чисел. Е Чтобы числовой ряд был верным, не хватает нескольких четных чисел. Подбери правильные мячики. Е Чтобы Сид построил крепкий тотем, нужно перетащить в центр поля 24 карандаша. Используй корзинки с десятками и единицами. Отлично! А теперь перетащи 44 карандаша. Ты ведь уже знаешь, как собрать нужное число. Тогда приступай! Да-да-да! Чтобы смастерить тотемчиком головы, Бобер использовал десятки, чтобы сделать ручки единицы. Посчитай, сколько всего карандашей понадобилось Сиду, чтобы построить тотем. Нажми на облачко с правильным ответом. Как здорово! А сколько десятков и единиц ты видишь в этом тотеме? Выбери облачко с правильным числом. Как здорово! Собери из карандашей число 26. Из них получится прекрасный тотем. Отлично! Сколько карандашей использовал Бобер, чтобы смастерить этот тотем? Помни, что голого тотемчика это десятки, а ручки единицы. Считай внимательно! Вот это игра! Посчитай, сколько карандашей уже на поляне. И добавь еще столько, чтобы получился пример, написанный на пеньке. В яблочко! Двадцать карандашей уже на поляне. Взгляни на пример и добавь недостающие. Сид построит из них новый веселый тотемчик. Дай пять! Чем больше карандашей, тем больше тотем. Перетащи на поляну 43 карандаша. Ни больше, ни меньше. В яблочко! Бобер уже выбрал 32 карандаша. Но для тотема ему нужно 40. Подумай, сколько не хватает и добавь еще карандашей. Верно! Давай дальше! Теперь на поляне 30 карандашей. Добавь столько, чтобы вместе получилось 40. Справишься с задачкой? Жму лапу! Посчитай, сколько куриных и сколько страусиных яиц погрузили в кузов. Машина с тремя десятками и тремя единицами готова ехать. Найди ее! Дай пять! Помоги курочке посчитать, сколько яиц в грузовике. От больших чисел у нее закружилась голова. Оки-доки! Водитель грузовика написал на двери, сколько яиц надо отвезти в супермаркет. Чтобы сложить нужное число, тебе понадобятся десятки и единицы. Возьми часть из них в гнезде у курочки, а часть у страуса. Отлично! Теперь нам нужен грузовик, в котором два десятка и семь единиц. Выбери подходящий. Просто блеск! Посчитай, сколько яиц теперь лежит в кузове. А то наша курочка по-прежнему витает в облаках. Прикольно! Сколько куриных и сколько страусиных яиц нам понадобится теперь? Вот это игра! Посчитай, сколько десятков яиц в грузовике? Страус уже предложил тебе варианты ответов. Осталось выбрать правильный. Дай пять! Посмотри на число, которое написал водитель, и собери все яйца, которые должны поехать в супермаркет. Отлично! Страус просто в шоке от такого количества фиолетовых яиц! Посчитай их за него и выбери облачко с правильным ответом. Просто блеск! Собери из яиц еще одно число, написанное на грузовике. Не бойся! Страус не вытащит голову из-под земли, пока не уедут грузовики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дinformо Так держать! Нужно узнать, сколько десятков яиц в грузовике сейчас. Посчитай, напомни. Считаем только десятки. В яблочко. Дракон устроил в башне пожар. Скорей потуши пятнадцать окон. Нужно действовать быстро, пока десять окон еще целы. Молодец, дружище! Маленькие фрейлины помогут нам справиться с огнем. Посчитай, сколько окон горят и нажми на ванну с правильным ответом. Так держать! Сколько окон нужно потушить теперь? Нажми на ванну с нужным числом. В ней как раз достаточно воды. Так держать! Фух! Двадцать окон потушили. Погаси огонь еще в пяти. Хоть бы дракон не вернулся снова. Дай пять. В башне двадцать пять окон. Но, к счастью, огонь добрался не до всех комнат. Посчитай, сколько окон горят и нажми на ванну с правильным ответом. В яблочко. Ты можешь потушить огонь во всех окнах сразу, если посчитаешь, сколько окон горят. Как посчитаешь, нажми на нужную ванну. Здорово! Нам хватило воды, чтобы потушить одиннадцать окон. Погаси огонь еще в двенадцати. Что-то дракон никак не угомонится. В яблочко. Фрейлины потушили пятнадцать окон, но всего дракон поджег двадцать пять. Сколько окон осталось потушить? Получилось! Чтобы потушить пожар во всей башне сразу, тебе нужно пересчитать все горящие окна и нажать на правильную ванну. Кажется, у дракона и фрейлин намечается ничья. Е! В башне вовсю полыхает огонь. В какой ванночке достаточно воды, чтобы потушить этот пожар? Оки-доки. Считай горящие окна и жми на ванночку. Если потушишь этот пожар, игра закончится в ничью. Супер! Рыцарь ищет деревянный щит, который способен выдержать пятнадцать дубинок тролля и шесть ударов драконьего хвоста. Помоги найти его! Точно! Ох, хвост дракона закрыл все окна. Ударь мечом по той части хвоста, пример которой равен двадцати семи. За ним может быть наша принцесса. Хе-хе, класс! Реши примеры на замках и открой их ключами с подходящими ответами. Хитрый дракон сделал все, чтобы мы не нашли принцессу. Но мы справимся! Реши примеры на замках и открой их ключами сходят в ничью. Точно! Огненное дыхание дракона сожгло наш деревянный щит, а вот каменный намного прочнее. Найди тот, число которого будет ответом, например. Оки-доки! Найди ту часть драконьего хвоста, пример которой равен тридцати. Кое-кто из свиты дракона шепнул мне, что принцесса спрятана в темнице за ним. Прикольно! Ух, еще больше замков! Ты уже знаешь, как подобрать нужные ключи. Приступай, у нас мало времени. Отлично! Рыцарь взлетел, чтобы достать до части драконьего хвоста, которая равна двадцати трем. Помоги ему найти ее. Пора освобождать принцессу. Молодец, дружище! Вау! Золотые щиты! Но нам нужен самый лучший! Его номер равен ответу, например, в облачке. Скорей снимай его со стены. Ключ от темницы уже почти у нас в кармане. Прикольно! Дракон дал нам не ключ, а целую связку. Подбери ключи ко всем замкам, и принцесса будет свободна. Так держать! Помоги рыцарю прицелиться. Найди пруд, пример которого равен десяти. Прежде чем искать свою судьбу, неплохо бы научиться стрелять. Дай пять! Принцессе-лягушке нужно на другой берег, чтобы забрать стрелу. Найди кувшинку, пример на которой равен десяти. Только она выдержит нашу лягушку. Да-да-да! Рыцарь должен попасть в пруд с примером, ответ которого пять. Помоги ему ничего не перепутать. Его уже ждет будущее принцесса. Оки-доки! Найди пруд, ответом на который будет число пятнадцать. Будущая принцесса скрылась из виду, и теперь рыцарь ищет, в каком она пруду. Просто блеск! Найди кувшинку, пример которой равен пяти. По ней лягушка быстро доскачет до стрелы рыцаря, а может даже превратиться в настоящую принцессу. Молодец! Какие кувшинки выдержат нашу лягушку? Найди те, которые равны пятнадцати. До стрелы осталось совсем чуть-чуть. Отлично! Помоги рыцарю попасть в нужный пруд. Посчитай, какой пример равен семи, и нажми на него. Может, на этот раз он наконец найдет свою невесту. Как здорово! Пример в каком пруду равен одиннадцати. Без тебя рыцарь не сможет выстрелить метко. Точно! Еще одна стрела! Может, лягушка успеет добраться до нее, пока рыцарь не ушел. Жми на кувшинки с примерами равными семи. Супер! Осталось найти кувшинки, равные одиннадцати, и можно праздновать свадьбу. Рыцарь нашел свою принцессу. Круто! На прилавке тридцать бананов. Малыш тукан хочет купить десять. Помоги ему посчитать. Е! Сбрось двадцать из тридцати бананов. Повозка слишком тяжелая для малыша тукана. Ему ни за что не увезти все сразу. Молодец! Вот мы и приехали. Выгрузи десять из двадцати бананов. Тукану пора отправляться за следующей партией. Вот это игра! На прилавке тридцать бананов. Тукан хочет купить пятнадцать. Но ни горилла, ни тукан не умеет считать. Вся надежда на тебя. Хе-хе! Класс! Вести пятнадцать бананов слишком тяжело. Сбрось телеги девять. Горилла принесет их позже. Верно. Давай дальше. Ага. Двадцать бананов. Давай выгрузим здесь двенадцать. Остальные съедим по дороге. Жму лапу. Такс. На прилавке тридцать бананов. Тукан собирается купить одиннадцать. Поможешь ему выбрать? Просто блеск! Малыш тукан совсем выбился из сил. Сбрось ровно десять из пятнадцати бананов. В таком деле лучше не перенапрягаться. Прикольно. Малыш тукан привез аж восемнадцать бананов. Выгрузи здесь тринадцать. Скоро за ними придет продавец фруктов. Хе-хе! Класс! Что общего у гориллы и тукана? Любовь к бананам. Помоги малышу тукану купить пять штучек. У гориллы их целых семнадцать. Хе-хе! Класс! Тукан везет ровно двадцать три банана. Сбрось телеги, семь из них. Если они не достанутся тукану, горилла с радостью их съест. Хе-хе! Просто класс! Осталось выгрузить девять бананов и можно отдыхать. Считай внимательно. Сейчас в телеге двадцать семь бананов. Вперед! Точно! Найди ямку, в которой лежат монеты общей суммой десять золотых. Пора пополнить золотые запасы! Верно! Давай дальше! Положи в копилку монеты суммой десять золотых. Кто бы мог подумать, что золото под землей охраняют фарфоровые свинки? Отлично! Каждой свинке нужно отдать по десять золотых. Можешь использовать золото из любой ямки. Главное – результат! Отлично! А теперь найди две ямки с монетами, сумма которых десять золотых. Чем больше золота, тем лучше! Да-да-да! Используй монеты в ямках, чтобы забросить в копилку сорок золотых. Работа в шахте просто кипит! Свинка хочет получить монеты суммой тридцать три золотых. Сможешь собрать нужное количество? Хорошо, когда есть из чего выбрать! Молодец, дружище! В какой ямке лежат монеты суммой десять золотых? Кажется, их уже ищет гномы. Помоги найти! Отлично! Собери монеты суммой в двадцать девять золотых и забрось в копилку. Что-то наша свинка никак не наестся! Так держать! Отдай свинкам столько золота, сколько написано в примере. Монеты суммой пятнадцать золотых в одну копилку, еще двадцать пять в другую. Гном спрячет их в надежное место. Супер! Забрось в копилку монеты, сумма которых сорок один. Нужно помогать гномам с работой в шахте. Просто блеск! Посмотри на пример, затем на золото, и, наконец, в глаза двум толстеньким свинкам. Ты знаешь, что нужно делать! Оки-доки! Собери две грозовые тучи из одного маленького облачка. Нам нужен дождь! Молодец, дружище! У нас есть два облачка с десятками и единицами. Собери с их помощью одну большую тучу с числом тридцать четыре. Чем больше туча, тем больше дождя! Молодец, дружище! Подумай, сколько десятков и сколько единиц нужно, чтобы получилась большая туча? Поторопись, нужно потушить вулкан! Жму лапу! Похоже, какого-то яйца не хватает. Посмотри на числа и найди подходящее. Вся семья должна быть в сборе! Жму лапу! Разложи яйца по гнездам в таком порядке, чтобы получился правильный числовой ряд. Дракончик ждет своих будущих малышей! Прикольно! Посчитай, сколько облачек нужно, чтобы собрать две грозовые тучи. Пора вызывать новый дождь! Как здорово! Собери большую тучу, и мы сможем вырастить большой бамбуковый лес! Ты уже знаешь, как это сделать! Просто блеск! Чтобы потушить вулкан, тебе нужно составить число сорок из облачек с десятками или единицами. Поспеши! Так держать! Какого яйца не хватает теперь? Скорее найди его, а то дракончик совсем расстроился! Дай пять! Составь из десятков правильный числовой ряд. Все, что тебе нужно, разложить по гнездам подходящие яйца. Наконец-то все в сборе! Прикольно! Выбери для маленького рыцаря такие бочонки с молоком, которые бы подходили примеру в облачке. Ух, сколько же в них молока! Молодец, дружище! Малыш пытается посчитать, сколько молока в его молочной башне. Помоги ему справиться с этой задачкой! Жми на правильный пример! Просто блеск! Построй молочную башенку из бутылочек и бочонков, но помни, что она должна подходить к примеру в облачке. Круто! Найди молочную башенку, в которой столько же молока, сколько и в башне слева. Скорей, а то малыш начинает капризничать! Прикольно! Какой пример подходит этой башенке? Наш рыцарь пока не умеет считать самостоятельно. Придется ему помочь. Просто блеск! Так, какая гора бочонков нужна нам теперь? Ты уже знаешь, как найти нужную. Просто блеск! Посмотри на пример и построй для малыша рыцаря подходящую молочную башню. Супер! Молочная башенка позади малыша уже пуста. Теперь он поглядывает на те, в которых все еще полно молока. Найди башенку такого же размера, как башня слева. Да, да, да. Малыш опять проголодался. Строим новую башню. Не забывай про пример. Как здорово! Все! Молочный ужин и спать. Найди башенку, в которой столько же молока, сколько и в башне слева. Теперь наш малыш точно вырастет настоящим рыцарем. в яблочко. В яблочко! Дострой бамбуковый мост до числа 30. Ответственный бобер уже связал бамбуковые блоки, в каждом из которых десяток палочек. Отлично! Выловить 10 метров сетки, которые забросил в реку Сид. Тут невозможно ошибиться. Просто класс! Сколько десятков бамбуковых палочек понадобится бобру, чтобы достроить мост до 40? Когда достроим, можно будет ловить рыбу, сидя прямо на нем. Так держать! Помоги Сиду вытащить 20 метров сетки. Он повесил буйки через каждые 10 метров. Ты точно не перепутаешь! Просто класс! Добавь столько бамбуковых палочек, чтобы достроить мост до отметки 50. Скоро по нему уже можно будет пройтись. Молодец! Наш рыбак закинул в реку аж 40 метров сетки. Сейчас нам нужно вытащить 10 из них. Справишься? Супер! Дострой мостик до числа 40. Похоже, в прошлый раз мы не довели дело до конца. Оки-доки! Подумай, сколько десятков бамбуковых палочек тебе понадобится, чтобы достроить мостик до 45? Выбери облачко с правильным ответом. Жму лапу. Скорей вытащи 30 метров сетки! В ней уже полно рыбы! В яблочко! Последний штрих и все готово! Дострой мостик до отметки 35. Е! и все! ... Продолжение следует...